Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике продолжаем рассматривать творчество известного американского гитариста Чета Аткинса. Мы проанализируем аккордовые последовательности, которые применял мистер Аткинс. И если вы полностью просмотрите ролик, то сможете найти ответы на четыре такие вопросы. Первое. В композициях Чета Аткинса преобладает мажор или минор. Словотональность не писал, потому что и модальная музыка имеет свое место. Второе. Какие аккорды задействуются и как часто они используются. Третье. Если композиции построены на главных трезвучиях, то бишь тоника с доминантом-доминантом, или говоря простым языком, использовал ли мистер Аткинс три блатных аккорда? И последний вопрос. Что такое двойная доминанта и где она находит применение? Ну и конечно же мы выделим последовательность аккорда в виде записи ступеней, чтобы вы могли их транспонировать и использовать в других удобных для себя тональностях. Если же вас интересуют ритмические рисунки, которые применил Чета Аткинс, то у меня на эту тему уже имеется роль. Итак, переходим к первой композиции. Она построена как раз на трех главных аккордах. Тональность соль-мажор. Имеется соль-мажорное трезвучие, до-мажор субдоминанта и есть доминант септаккорд, это Д7. Схема 1-4-1-5 в виде септаккорда с пропущенной квинтой. Композиция состоит из 45 тактов. Соотношение аккордов приблизительно такое. Тоника 67%. Субдоминанта 12%. Доминанта 21%. Как видим, тоническое трезвучие явно доминирует. Субдоминанта используется меньше всего. Первая струна данной композиции не задействуется. Такой лайфхак можно использовать. Следующая композиция, которая состоит из 172 тактов. Дальше я уже не буду активно показывать скриншоты табов, а перейду к более удобному описанию. Тональность для диез-мажор. Имеет 10 диеза, но не стоит пугаться. Гитара оттемперированный инструмент, поэтому сделаем такой шаг и переведем в более знакомый вид эту запись. И запишем трезвучие, построенные на основных ступенях. Композиции условно можно разделить на два аккордовых квадрата, в которые в общей сложности используются пять аккордов. Кроме главных трезвучий задействуются аккорды, построенные на третьей ступени, здесь ре минор, и на шестой, соль минор соответственно. Первый аккордовый квадрат – это последовательность 1, 6, 4, 5. Для удобства запишу это последовательность тональности до-мажор и соль-мажор. Как видим, очень популярный такой аккордовый квадрат. В рок-поп-музыке и других стилях используется. Второй квадрат – последовательность 1, 6, 3, 5. Пятая ступень периодически появляется в виде септаккорда, поэтому в скобках прописана цифра 7. Ну и давайте посмотрим, какие аккорды и как часто встречаются. Тоника – 26%, аккорд четвертой ступени субдоминанта – 12%, шестая ступень – 23%, третья – 16% и доминанта – 23%. Как видим, тоника доминирует, но не так явно, как в предыдущей композиции. Аккорд четвертой ступени используется меньше всего. Следующая композиция – тоже в тональности ля-диез-мажор. И она состоит только из мажорных аккордов. Очень интересная композиция. Как и в прошлой композиции, доминанта фа-диез-мажор, аккорд имеется в виду, берется в виде септаккорда, плюс еще в виде нон-аккорда. А вот аккорды, построенные на второй и шестой ступени, мажорные, а не минорные. И в этой композиции можно выделить две последовательности аккорда. Первая – это тоника доминанта в виде септ или нон-аккорда и септ-аккорд шестой ступени. И второй квадрат – это тоника, медианта – это септ-аккорд шестой ступени, потом септ-аккорд по струне на второй ступени и доминант-септ-аккорд. Возникает вопрос, почему вместо аккорда до минор используется аккорд мажорный? И то есть в тональности это объясняется двойной доминант. Доминант – это аккорд, построенный на пятой ступени лада. Чтобы было проще, я сейчас приведу для сравнения аккорды тональности ля-диез-мажор и фа-диез-мажор. Посмотрите, аккорд, построенный от ноты до – это доминанта в тональности фа-мажор. А фа-мажор, как мы уже видим, это доминанта в тональности ля-диез-мажор. И как мы видим, в конце второй последовательности у нас есть проход от двойной доминанти к доминантию. Таким образом, она может использоваться как один из вариантов. Но и возникает вопрос, а почему вместо соль минорного трезвучия используется мажор? Это можно было бы объяснить неаполитанской доминантой, то есть пониженной второй ступени. Ну а как по-вашему, эта композиция имеет модальный или тональный вид? Как по мне, ну здесь нету явного тяготения к тонике. Напишите ответ в комментариях. Также двойная доминанта используется и в других композициях. Например, в этой. Здесь тональность ре-мажор. И также используется двойная доминанта. То есть вместо аккорда ми-минор используется трезвучие ми-мажор. Ну и раз я привел эту композицию в качестве примера, давайте посмотрим на то, какие аккорды и как часто используются. Как видим, песня состоит только из мажорных аккордов. И что мы имеем? Тоника используется часто, 50%, да, половину как бы всех так-то составляет. Субдоминанта 21%, доминанта 17%, аккорд седьмой ступени 7%, двойная доминанта 5%. Как видим, опять-таки, здесь доминирует тоника, только видим, что субдоминанта, она немножко преобладает по частоте использования по сравнению с доминантом. Итак, давайте ответим на наши вопросы, которые мы подняли вначале. Хочу сказать сразу, что я анализировал и другие композиции Чета Аткинса, просто я их не привел в этом видео, иначе бы оно было слишком длинным, его никто бы не хотел смотреть до конца. Могу сделать вывод, что в композициях Чета Аткинса преимущественно встречается мажорная тонарность. Но не стоит забывать, что Чет Аткинс является патриархом фингерстайла, а значит, может иметь место и минор, и модальность. Какие аккорды используются? Да разные аккорды используются. Но в целом, как мы видим, партия ритм-гитары, их уже не так и много. В основном преобладает тоника и доминанта. Но опять-таки, это не стоит считать строгим правилом. Ну и что такое двойная доминанта? Это доминанта к доминанте. То есть, в нашем случае, в тонарности ля диэс-мажор, доминанта условно брала за тонику, а перед ней использовали ее доминанту. Аккорд, построенный от ноты до. Такой подход можно использовать, например, в конце предложения. Неожиданный такой проход, перед началом нового предложения. Имеется в виду здесь музыкальное предложение. Какой вывод еще можно сделать? Что композиции читатки интересны для обучения как в игре, так и в теории. Поэтому, я надеюсь, эти два ролика, которые я снял, найдут у вас отклик. И если я увижу, что эта тема будет интересна, то я и дальше буду снимать такие ролики. Все зависит только от вас. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok